Всем привет, с вами Луи и сегодня я хочу поговорить о, пожалуй, самом ожидаемом среди соководов мотоцикле Стэш Но прежде чем углубляться в подробности, немного предыстории В 2021 году компания V-Moto Soco презентовала нам две новые модели мотоциклов Street Hunter и Wanderer Эти модели являлись переосмыслением хорошо зарегистрировавших себя Super Soco TS и TC Кстати, на моем канале есть обзор на эти новинки Так вот, эта презентация стала ключевой точкой отсчета в истории компании Полгода мы ждали новостей о том, что компания покажет и обновление старшей модели в линейке Любимого TC Max Но производитель как мог тянул время и подогревал интерес с периодическими вбросами в запрещенную сеть И вот, когда казалось бы, терпение у людей уже почти лопнуло На европейской выставке Asim в 2021 году был официально представлен новый мотоцикл Причем сразу под брендом V-Moto Тут надо сделать небольшую ремарку Стэш – это не Super Soco Формально Но обо всем по порядку Компания V-Moto разделила свою линейку на три ветви Super Soco, V-Moto и V-Moto Fleet Бывший E-Max Нас интересует именно бренд V-Moto, тот который без флит Потому что он позиционируется как премиум среди всех остальных Возьмите себе на заметку, потому что дальше будем разбираться Тянет это на премиум или нет Ну что ж, мотоцикл представлен, самое время на него посмотреть поближе У меня, если честно, сложилось неоднозначное мнение об этой модели Внешне она сделана интересно Но какого-то восторга не вызывает Возможно, взглянув на нее вживую, я поменяю свое мнение А пока приходится довольствоваться кадрами кинохроники и рассказами очевидцев Итак, что же нам известно о Стэш? Информации на выставке было озвучено немного В основном упомянули, что этот мотоцикл относится к категории L3 Разгоняется до 105 км в час И оснащен мотором на 6 кВт Дальность хода составляет 250 км А заряжается он за 6 часов Уважаемый выступающий про характеристики более ничего не сказал Но усиленно делал акцент на премиальность Знаете, я думаю, вам, как и мне, интересно было бы посмотреть этот мотоцикл со всех сторон Поэтому я нашел ролики про Стэш И проделал огромную работу, чтобы смонтировать для вас это видео Так что не стесняйтесь ставить лайк и подписываться на канал Так, в первую очередь посмотрим на внешний вид мотоцикла Он вам ничего не напоминает? Я вот отчетливо вижу сходство с моделью Street Hunter А все потому, что именно на ее базе Точнее на этой новой платформе, на которой построены Street Hunter и Wanderer Спроектированы Стэш Посмотрите на общие черты и пропорции байков Они очень похожи Более того, множество элементов в них идентичны Например, передняя вилка с тормозами и колесом На литье даже заметен логотип Super Soco И тут я хочу сказать вам, что у меня нет цели поймать на чем-то компанию Я так досконально обращаю ваше внимание на эту вещь Лишь для того, чтобы вы поняли путь развития этого мотоцикла Инженеры компании просто взяли модель Street Hunter и переделали пластик Надо отдать им должное, что они хотя бы разработали новый передний и задний свет В перспективе все это говорит нам о том, что вы, дорогие мои владельцы стритхантеров и вандеров Сможете себе ставить запчасти от Стэш Например, задняя часть рамы с этим новым сиденьем и фонарем Как вам? Вопрос будет лишь в том, где все это достать Как вы помните, мотор нам обещали в 6 киловатт И скорость в 105 километров в час Но он уж больно похож на то, что у Хантер Значит, либо его перемотали, либо поставили другой контроллер, который выжимает из него больше Но и тут возрадуйтесь соководы Ибо этот контроллер прекрасно работает с уже известной вам приборной панелью Так что все эти детали тоже вам в копилку Еще у прототипа 22 тот же задний маятник с амортизатором Те же пульты на руле, тормозные машинки Совмещенные подножки водителя и пассажира А также тормозные диски с суппортами Все это прекрасно совместимо с моделями суперсока Ну вы поняли Есть мысль, что в прототипе они также использовали две батареи от Вандерер Как показано в этом видео Но это не точно Потому что сам процесс извлечения батареи из мотоцикла нам не показали Но в свою очередь это рождает большие подозрения По поводу заявленных 250 километров в дальности Как это может быть, если тот же Вандерер на двух батареях по 32 ампер часа Проезжает всего 140 километров А у него ведь мотор слабее Очень интересно, но пока непонятно На этом с похожестями все Теперь давайте посмотрим, чем действительно выделяется новая модель На данную временную точку 20 ноября 2023 года Вышла уже обновленная модель Stash Которая достаточно сильно отличается от своего прототипа номер 22 И вот здесь мы уже видим главное отличие Новый задний маятник с интегрированным мотором и цепной передачей на колесо Конечно же я сразу отправился на сайт смотреть его характеристики Но там меня встретила непонятная заглушка Это означает лишь то, что характеристики весьма возможно изменятся И это не финальный продукт Тем не менее, мне удалось скачать буклет с характеристиками на эту модель Мотор уже 8 киловатт с пиком в 15 Скорость подняли до 120 километров в час И впервые нам становятся доступны параметры батареи 72 вольта 100 ампер часов Я подозреваю, что батарея несъемная Именно поэтому мотор не смогли разместить в корпусе и перенесли на маятник Добавили и обновленный контроллер Который теперь вряд ли подойдет предыдущим моделям А также огромная новенькая приборная панель Вы только полюбуйтесь Но это еще не все Большие изменения произошли в тормозной системе Теперь она с ОБС, ребята И это предполагает наличие специального блока внутри мотоцикла А также улучшенных тормозных дисков на колесах Отличить их можно по вот такой решетке Ну что ж, раз появился ОБС То наверняка добавят и другие полезные системы Потому что пульты на руле тоже обновили И там стало больше кнопок А кнопочки, это всегда хорошо Но все-таки вишенкой на тортике стал новый вместительный бардачок-бак В который теперь можно замечательно прятать шлем Или что-то другое Рядра как у Хантер там нет, но места достаточно Это прям бальзам на душу всем мотоциклистам-барахольщикам Тем не менее, открывается он так же бестолково, как и в Стритхантер Имеет некрасивый горб ближе к райдеру А вдобавок он еще и прозрачный Так что любители повозить всяческие ценности Будьте начеку У нас ведь машины тонируют, чтобы любопытные не заглядывали А тут такое В общем на любителя В заключении обзора могу сделать вывод Что эти мотоциклы уже потихоньку продаются И вполне возможно, мы с вами их скоро увидим в России и странах СНГ Но не раньше 2024 года Вот тогда-то и удастся почупать вживую эту загадочную новинку Спасибо за просмотр, увидимся!